На телеканале РБК Омск новости смотрите сегодня. Объявлен розыск силовики ищут телефонных террористов. ЧП которого не было омских приставов встретили угрозами. Суд пересмотрит результаты выбора. В итоговый протокол вкралась неточность. Строго по тарифу, почему федералы хотят урезать полномочия региона в сфере ЖКХ. Смотрите прямо сейчас. В эти же дня, а также 12 сентября, звонки якобы заложенных бомбах фиксировали и в других городах России. В том числе в Калининграде, Екатеринбурге, Красноярске и Магадане. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, сейчас в регионе по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, но о результатах пока говорить рано. Омские должники решают проблему радикально. Судебных приставов в квартиру просто не пускают. Как сообщает сайт СуперОмск, у семьи Кичигиных, проживающих в доме по улице Лаптева, якобы накопились долги в размере 7 миллионов рублей. Приставы планировали в счет долга изъять квартиру, но должники забрикадировали дверь. По предварительным данным, они даже облили ее бензином и угрожали взорвать. Однако впоследствии эта информация не подтвердилась. Судебные приставы подошли сегодня, когда позвонили в дверь должнику. Должник отказался предоставить доступ и сказал, что сегодня он покидать эту квартиру не собирается. Угроз о поджоге, о взрыве судебные приставы не слышали, так как не находились внутри квартиры. Как пояснила журналистам хозяйка квартиры, она сейчас находится в больнице, куда ее увезли на скорой помощи, сердечным приступам. В квартире же остался слепой пенсионер, который внутрь никого не пускает и сам из дома не выходит. В связи с этими обстоятельствами дело пока приостановлено. Итоги голосования 11 сентября в городской парламент могут пересмотреть. Оказалось, что из-за опечатки оператора в расчеты избиркома закралась ошибка. В итоге на одном из участков партия «Новобранец» коммунист России заняла первое место, а политический тяжеловес «Единая Россия» оказалась в аутсайдерах. Примечательно, что ошибку избиркома обнаружили главные конкуренты единороссов КПРФ, сообщает агентство «Омскинформ». Видимо, чувство справедливости оказалось сильнее политической конкуренции. В ЦИК с претензиями согласились, сообщив, что все необходимые меры для восстановления политического статус-кво уже приняты. На 342-м избирательном участке при переносе из увеличенной формы протокола операторам УИК был допущен неверный ввод числовых данных в строке протокола номер 2. В результате членами участковой комиссии был подписан документ с неверными данными. Мы обнаружили данную неточность после подписания протокола Омской городской избирательной комиссии. Согласно федеральному законодательству, исправление в протоколе участковой комиссии после оглашения результатов вышестоящей возможно только в судебном порядке. Сегодня нами был подан административный иск в Первомайский районный суд города Омска об обязании УИК внести корректные данные в протокол. По мнению экспертов, корректировка результатов может изменить депутатский состав Горсовета, в списках которого появится еще один представитель Единой России, член общественной организации «Оплот» и «Нагомолка». Однако в целом на политический расклад в городском парламенте вряд ли повлияет. ФАС посчитали, что регионы слишком много себе позволяют и пора их права ограничить. Речь идет о тарифах на услуги ЖКХ. Федеральная антимонопольная служба разработала и внесла в правительство на рассмотрение документ, запрещающий на местах повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги выше установленных предельных значений. Инициатива возникла после того, как выяснилось, что в некоторых регионах тарифы на ЖКХ отличаются более чем в 50 раз. Как пояснил российской газете глава ФАС Игорь Артемьев, в законе есть определенные лазейки относительно изменения тарифа. Например, устанавливает правительство предельный уровень повышения тарифа на электроэнергию, условно говоря, 10%. Но наступает 1 июля, тарифы увеличиваются на 70, 80, 120%. Спрашивается, как это возможно? Оказывается, возможно, потому что в самих актах правительства написано, что если инвестпрограмма требует повышения тарифов, то можно выходить за какой угодно предел по совершенно непонятной процедуре. А инвестпрограмма всегда будет требовать. Это же бесконечный молох, который будет пожирать все. Тем временем в Омской области в честь года потребителя региональная энергетическая комиссия объявила дисконт-акцию и приняла некоторые тарифы за снижением. Правда, изменения коснутся исключительно жителей Омской области. Снижение обусловлено в основном тем, что эксперты, проверив, как использовали предприятия средства, полученные в тарифе 2016 года, исключили необоснованные расходы по отдельным стадиям затрат. У муниципальных предприятий из валовой выручки была исключена предпринимательская прибыль в связи с изменениями в федеральном законодательстве. Долги на миллион. Более 8000 мячей могут стать банкротами, поскольку их финансовые возможности не совпадают с кредитными обязательствами. Доля неплатежеспособных клиентов в регионе составляет 1,2% от общего числа заемщиков, а средняя сумма долга у каждого из них – более 1,6 млн рублей. Такие данные приводят аналитики Объединенного кредитного бюро. Правда, позволить себе такие долги могут далеко не все. Среднестатистический россиянин должен банку 190 тысяч рублей, и такие кредиты, как правило, исправно погашают. Потенциальными же банкротами специалисты посчитали граждан, которые имеют долг более 500 тысяч рублей и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту. В целом, по России на конец первого полугодия этого года под такие параметры попадали 600 с лишним тысяч россиян – это около 1,4% от общего числа граждан страны с открытыми кредитами. Средний долг такого заемщика составил 1,750,000 рублей. Прожить на 4 тысячи рублей в месяц реально, утверждает Росстате. Цены на продукты в России стремятся вниз. В августе стали дешевле не только сезонные фрукты и овощи, но и крупы, мясо птицы и сахар. Стоимость минимального продуктового набора снизилась на 5%, составила 3839 рублей. Причем, такая тенденция наблюдается уже второй месяц подряд. Минэкономразвитие уверенно и цены продолжат снижаться и в сентябре. Это связано с обильным урожаем и насыщенностью рынков продукции в целом. Впрочем, в Омском обществе по защите прав потребителей считают, не все так однозначно. Они провели свой мониторинг цен на продукты и оказалось, что стоимость некоторых товаров наоборот выросла. Предполагается, что если встанет вопрос о подорожании товаров и списка необходимых для жизни, будем выяснять, на каком основании и решать, что дальше делать с поставщиками. Пока резких скачков нет, ситуация стабильная. В минимальный набор продуктов в России входят мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль. Всего 33 наименования. Поднять стоимость пачки сигарет до европейского уровня. С такой инициативой Евразийская антитабачная коалиция вышла к премьер-министру Дмитрию Медведеву. По мнению авторов инициативы, цена в 150 рублей заставит отказаться от пагубной привычки даже самых заядлых курильщиков. Кроме того, повышение акцизов по оценкам правительственных аналитиков увеличит поступление в бюджет сразу в несколько раз, дополнительно до 800 миллиардов рублей в год. Впрочем, представители бизнеса напротив, сомневаются, что овчинка стоит выделки. Идею здорового образа жизни нужно прививать гражданам недраконовскими ценами, объясняя последствия курения, начиная со школы. Что же касается бюджета, то с повышением акцизов на сигареты государство рискует понести большие увыдки, нежели получить доход. Это окажет положительное воздействие на нелегальный рынок, который и так в данный момент сейчас развивается, достаточно можно. Поэтому вполне возможно, что в легальной рознице продажи сигарет упадут, и тем самым бюджет потеряет наши федеральные деньги. Но я думаю, что, скорее всего, это предложение связано не с тем, чтобы пополнить бюджет федеральный, а с тем, чтобы... Это такое популическое предложение связано с тем, чтобы население просто отказалось от курения. Но этот процесс не быстрый. И просто вот тем, чтобы поднять цены до 150 рублей, наверное, эту проблему не решит. Долги субсидиям не помеха. Фермеры, внесенные в черные списки должников, все же могут претендовать на поддержку государства. Региональное правительство намерено заморозить еще на шесть месяцев до конца этого года требования комским аграриям, претендующим на получение государственной поддержки, не иметь задолженности по налогам и сборам. Проект постановления уже разработан и проходит антикоррупционную экспертизу. Впервые такая мера была введена в апреле. На этот шаг чиновники вынуждены были пойти по технической причинам. В результате объединения пенсионного фонда и налоговой инспекции многие сельхозпроизводители обнаружили у себя долги, причем нередко копеечные, в среднем меньше 100 рублей. Однако даже такая мизерная сумма оборачивалась эмбарго на получение поддержки из бюджета. Заморозка требований об отсутствии задолженности в свое время позволила получить аграриям госфинансирование и приступить к посевной в кратчайшие сроки. Теперь, по мнению авторов инициативы, фермеры смогут получить субсидии на развитие своих личных хозяйств. Сделайте музыку потише и следите за обстановкой. Такие советы дают водителям представители МЧС. Только за прошедшую неделю в Омске произошло два резонансных ДТП с участием скорой помощи. Всего за этот год уже 14. Нередко из-за громкой музыки в салоне виновники аварии просто не слышат спецсигналов. Представители ГИБДД считают, что всем без исключения водителям пора бы повторить правила дорожного движения. Согласно требованиям правил дорожного движения, на автомобиле должен быть включен и специальный световой и звуковой сигнал одновременно. Водитель автомобиля, на котором включены специальные сигналы, должен убедиться в безопасности проезда, потому что все водители и все участники дорожного движения обратили внимание на данное транспортное средство и, мало того, еще уступают ему дорогу. Водители скорых и других спецавтомобилей, маячки и звуковые сигналы включают, но дорогу им все равно не уступают. У кого-то громко играет музыка, а кто-то просто теряется при звуках сирены. Последствия могут быть очень серьезными. Не пропустил водитель спецмашину, прошел ДТП и, соответственно, подразделение не доехало до места вызова, там, где люди просили помощи. Пожарным и сотрудникам МЧС приходится не легче. Заехать во двор, заставленный машинами, очень сложно. А развернуться просто невозможно. Таранить личные автомобили нельзя. Остается надеяться только на мастерство водителей, а о мечам на дорогах быть внимательнее. Иначе белая карета однажды до вас может не доехать. С юбилейным мостом прощаемся до весны. Пришло время ремонта. Стоимость работ предварительно оценивается в 328 миллионов рублей. Капитальный ремонт моста означает замену элементов конструкции и инженерное лечение всех поверхностей. Гарантия на ремонт от 5 до 8 лет. Представители ГИБДД утверждают, что точные сроки перекрытия движения по юбилейному мосту пока не обозначены. Однако Омская мэрия уже называет конкретные даты с 7 октября до 30 мая. Схема объезда пока тоже не ясна. Движение будет перекрыто на некоторых отрезках улицы Ленина. От Чербанева до Думской и от Партизанской до Лермонтова. Чтобы как-то разгрузить центр города, для мечей уже к 15 сентября будет завершен ремонт 12 улиц. 10 из них уже готовы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова